Харик Решна, сегодня у нас будет мастер-класс проходить в алтарной. Все таскать туда, к столу я не могу. Значит, я сегодня переодела Раду Крешну и Драгонат уже в черной одежде, а Гри Раджу будем сейчас делать челму. Ну, сначала я покажу, как они у меня выглядят. Значит, челмы у меня выглядят вот так. Я с ними ничего не делаю. То есть я люблю челмы собирать каждый раз по-разному. Ну, здесь что-то я уже воткнула. То есть это все вытыкается вот таким вот образом. Это вот обычные челмы. Еще я люблю челмы-косички. Вот они как коса сплетенные, у них пусто внутри. На примере вот этой вот косички. То есть у нас косичку мы делаем материал, потом синтепон и внутри у меня проволока. Вот, потом мы ее закрепляем на голове как нужно. Вот это разобранное. Вот, закрепляем и сшиваем. Все это у нас идет уже как основа, на которую мы все будем уже втыкать. Все так она в разобранном виде. У меня их много таких косичек. Вот. Еще хотела вам показать вот чадоры. Очень интересный вариант. Цветочки вы эти все, наверное, видели. Также маленький вполне можно делать. А здесь эта сетка. Тоже продается вот у нас, она рулонами стоит. Вот так. Юбочка такая к этому ко всему. Вот же понятые. Это не значит показать. А, вот еще из этих же ромашечек такие вот я делаю. Ну, приказываю их к челмам. Очень красиво выглядит. Рекомендую. Это вот челма, как у него, только уже у Гелираджи, только у Джаганатхи уже разобранная. И которая на Гелираджи, она точно так же вся полностью разбирается на момент, когда все снимается. Рекрешно. Сейчас я вам покажу, как можно с челмами, что делать. То есть, челмами у меня будет так. И потом я начинаю к ним приставлять вот такие всякие гребешки. Вот такие вот очень интересные. Это из материала вырезано. То есть, там гиперчик попробовал. И в материале были вот такие вышитые. Тоже можно присматриваться к материалчикам. И находить всякие такие вот штучки. Так как мне все это очень нравится, всякие эти бананчики, вот, я не могу выбрать какой-то один вид челмы. И я постоянно ее меняю. Вот поэтому такие вот цветы можно делать. Если наберете в интернете цветы из шелка, то можно научиться и такие цветочки делать. Они также делать их можно и для маленьких божеств. То есть, они очень мелко можно сделать. И еще в интернете посмотрите. Очень помогают в плане, в украшении. Можно делать вот такие вот цветы. То есть, тоже это керамическая флористика. И также эти разцветочки можно делать маленькие. Очень такие вот. Я их храню в крышечках. И в крышечку вставляю вот есть такие пластиковые поддончики. В них овощи придут, они очень мягкие. Вот. И в них можно всякое такое втыхать. Система хранения у меня вот такая вот, чтобы пыль не попадала. Очень удобно. И видно все. А для индийских штучек я хранилась в таких коробочках. То есть, коробочка наоборот. Контейнеры. Сейчас очень много пластмассовых. Это очень удобно. Рекомендую тоже можно две три коробки друг на друга ставить. Теперь еще хочу показать. Значит, многие в магазинах, наверное, видели вот такие вот короны. Но не знаю, что с ними сделать. Я с ними делаю что? Вот у них там гребеночка такая, которая волосы ткается. Я ее отлавываю. Она очень легко отлавывается. И приделываю гвоздики. Иголочки. Вот. И потом это можно использовать в челме. Вот. Гребешочек, допустим, стоит. Один раз гребешочек стоит, а на другой раз можно воткнуть вот такую штучку. Потом еще вот такие вот продаются. Это женские такие воротники. Они все вот этими, ну, драгоценными семьями, иногда жемчугом бывает, тогда вот такими. Они тоже втыкаются везде и очень, ну, вид меняют. Также мне попадались в магазине, я купила сережки. Они состояли вот из такой части, такой и еще маленькая, очень длинные. Вот. Я их разобрала, и теперь это втыкается все в челме. У них... Сейчас покажу, как это делать. Это холодная сварка называется. И это одни из самых моих любимейших. Вот. Они вот так вот, какой вид, могут сами по себе втыкаться. Это очень красиво. Ну, вот смотрите, для маленьких пажес тоже женские... Не шпильки, а вот втыкаем волосы не невидимки, а которые вот как рогаточки. На них бывают вот такие вот цветочки, бывают вот такие вот цветочки. И у них тоже... А что, отламываешь? Ну, вот они... Не могу вспомнить, как называется. Вот так вот они продаются. Вот таким вот образом приделаны. Вот так ее просто шевелить, и она отламывается. И потом приделывается булавочка. И вот достаточно маленькие челмы, это все можно втыкать. Вот. И, ну, так же маленькие вот такие гребешечки можно делать. Как сделать такие маленькие иголочки, я сейчас покажу. Это тоже опыты. Вот керамическая флористика. Это нужно залезть на сайт, посмотрите. Так же еще в магазинах, ну, для больших божеств, да и для маленьких тоже, если вот так вот обломить, то вот такие вот висечки можно в челмы использовать. Это тоже очень красиво выглядит. Так же всякие бывают еще жучки маленькие. Вот сейчас на Гелирадже маленькие. Маленькие тут птичка сидит. Вот. Потом еще очень интересные бывают, сережки попадаются. То есть это гвоздики, и у них вот камешки. Можно выпустить сюда, допустим, тот же чадр вот с проволокой, выпустить отсюда, и вот так вот хвостик раскрыть. Очень красиво получается. Можно такие использовать. У нас еще в городе я частенько натыкаюсь вот на такие, как бы, как назвать, ну, заколочки, брелочки, как назвать. И они стоят у нас порядка 20 рублей. То есть иногда заходишь в магазин, посмотрите, что мы привезли, там бывает вот распродажа. Они дешевые достаточно, но они могут украшать. Также вот для маленьких еще вот такие вот, это тоже на ножках, на вот этих вот. И интересные бывают в детских вот совсем, ну, как бы, бижутерии. Вот такие вот крабики. И они вот так вот хорошо смотрятся. Стоят павлин 10-15. Вот еще недавно мне попались, опять-таки, хожу по этим магазинам, вот такие вот павлинчики. Очень красивые. Это сережки. От разных этих хотелок можно находить вот такие вот чудные штучки. Это индийская тесьма была. Я ее, она так продолжалась, я ее просто разрезла. И вот их несколько штук ставишь, тоже очень красиво получается в черне. Так, так же на черную можно вешать разные бусы. Вот. Почему я выбрала способ не делать черную сразу вот таким вот образом вешать, чем она? Это просто шикарно. И выбрать какую-то одну, для меня это просто не подсело. Поэтому я использую сразу все. Например, эти вот гребешочки. Это вот из того непослушного материала. Но если пришивать к нему широкую тесьму, то вполне слушается и красиво выходит. Тоже керамическая флористика. Рекомендую зайдите, посмотрите. Вот, знаете, такие вот всякие штучки можно сделать. И вот эти вот тоже из женских шарфиков. Я делала при помощи машинки. Вот у меня машинка Роу Шоу делает. Вот такие гребешки получаются. Режаточки. Так, маки я показывала маки. Маки я показывала. Дубль 5 уже, поэтому я уже просто повторяюсь. Вот такие вот цветочки еще продаются. Тоже очень красиво для челмы. Также покажу вот всякие шарфики такие женские. Их можно очень... Ну, помимо того, что их так можно в челму впрутить, их можно еще наматывать. И вот когда они начинают уже сближать, ну, как бы, сильно наматывается, они начинают давать такие вот заломы. Сейчас. Вот, то есть такие вот заломы. И это тоже можно к челме приделать. Так же и к маленьким. Это... Ну, маленькие челмы я делаю точно таким же образом. Вот. Вот такие вот заломы. И это все к челме приделываешь. Это очень красиво получается. И вот такую челму я сейчас сделала. Мне не получается, короче, делать и снимать. Вот. Это я сейчас собрала для гирираджа. Такую челму. Она все время по-разному получается. Рекомендую делать челму несборное. И если вдруг, по какой причине, она у вас еще пока нету, можно собрать ее немного, да, как-то делает. Заду у меня такой. Ну, не такой, конечно, у нее немножечко другой. Какой-то вот... Ну, что-то такое, да. Можно сделать по ее принципу такую челму. И что-то все равно на ней менять время от времени. И так вы сможете понять, нравится вам это или нет. Мне очень нравится. И сейчас мы тогда... А, еще вот. В Индии бусы такие продают, черные. И на них вот такие висючки висят. Тоже я снимаю их, и они в челму идут. Ну, в общем, смотрю, везде, где только можно. Да, вот эти бусы. Мериски. По-моему, для замужних дам продаются. И на них вот такие вот. Что где-то? А, вот еще сейчас у нас, еще последнее. Значит, разные заколки. Они тоже очень хорошо в челму идут. Ну, большие, соответственно. Вот такие вот. И павлинчики иногда с разными попадаются. То есть... Поэтому я не могу собрать челмы. И как бы постоянно меняю. Сейчас мы пойдем опять за стол. Я покажу, как я делаю эти челмы. сам процесс. И покажу, как можно сделать ну, две вот эти штучки. И также у меня там есть такой красивый гребешок. Мы тоже вместе его поделаем. Все. Харикришно. Харикришно. Сегодня у нас последний мастер-класс по челмам. Сейчас мы будем делать челму. Сейчас покажу, как я делаю челму. Мне нужно сделать ее для гильраджа. Нашего среднего. Вот такого, который сейчас на алтаре. Для этого нам понадобится подкладочный материал. У меня черного не нашлось. Я буду из белого делать. Между ними будет синтепончик. Не знаю, почему-то я все время делаю синтепончик. Вверх. Мне нужно к черным одеждам сделать. И вот такая вот. Еще отделочка будет идти. Для этого мы возьмем и источаем. То есть получается у нас вот такой материал выходит. Не один, а вот так двойной. И вот это у нас лицо. Мы лицом к лицу прикладываем подкладочную ткань. и обычную. И мы сейчас просто сделаем по ней вот такую строчечку. Иголочкой. Ну вот я стачала. С изнанки видно. Теперь мы обряжем все лишнее. Так же я вставляю в челму проволоку. Почему? Раньше я делала челму без проволоки. И они держались очень плохо. Их невозможно было иногда одеть. Вот это вот без проволоки. Она может просто взять и приподняться. Ее невозможно растянуть. Если это гирираж, какую-то форму придать. Она вот будет так. И будет сваливаться просто. Никак ее не выгнуть, чтобы она уперлась. Поэтому мы будем делать с проволокой. Вы посмотрите, в чем разница. Значит, вот у нас лицо, а вот у нас то, что внутри. Сейчас вот к этому... К этой боковиночке мы будем приметывать проволоку. Вшить ее можно по-разному. Если вы на машинке все это дело прошиваете, можно просто вставить ее вот сюда, вот между этих двух. Вот таким образом. И прошить еще раз. Или даже вот сюда прямо вставить ее между этих двух. И прошить вот так вот ее вот здесь шовчиком. Как мы сейчас и сделаем, в принципе. Для того, чтобы она не убежала, для того, чтобы она не убежала, мы вот здесь вот и пришьем, как пуговичку, чтобы эта петелька не убежала никуда. Пока мы ее зацепим. Вот. То есть я прошью сейчас рядышком второй шовчик и проволочка у нас там закрепится. Так, вот значит, мы прошили шовчик и проволочка у нас там крепенько закрепилась. Ну, она может вылезти сюда, но мы ее закрепили, чтобы она отсюда вот туда не убежала. Теперь мы выворачиваем. Вот. Это у нас будет ну, как бы, внутри челмы, а это вот снаружи будет челмы. Вот. И мы смотрим, по толщине нас устраивает это или нет. Вот. Меня не устраивает, потому что я все в челму втыкаю. Поэтому я возьму синтепончик. Вот тут у меня толстый, я разорву его пополам. И возьму вот такую половиночку. Турненькую. Теперь мы опять, я посмотрю, и не подходит. Я опять выворачиваю, и вот к этому краю я синтепон вот такими вот быстрыми достаточно движениями сейчас приметаю. Ну, вот я пришила буквально на металла. И теперь мы уже выворачиваем окончательно. Вот. И оставляем бортик с внутренней стороны, чтобы у нас не выглядывало наружу. У меня немного коротковато, надо больше оставлять. Но я планирую сделать достаточно низкую челму, потому как милеражный большой. Синтепон тоже большой взяла. Синтепончик можно сейчас прямо подрезать, чтобы он не мешался нам. Не должен за материал выходить. Теперь мы берем объект нашего поклонения и примеряем вот такую заготовочку. То есть мы вот так вот берем, защипляем и в виде челмы можно заколоть временном булавочкой. Вот так вот там. И смотрите, для чего нужна была проволока. Можем раскрыть его так, как нам нужно. Вот на этом гилерадже очень сложно посадить челму. У него ребро вот здесь вот так. И скорее всего это надо будет сделать как-то вот так, выгнать и попробовать посадить челму. Расширить чуть-чуть ее. Вот как-то таким вот образом мы ее усаживаем. Немножечко сюда выгнуем. Смотрим, как она сидит. Так. Ему сложно посадить. Раньше никакие челмы не садились. Я ему еще мало шила. Никак не могу их расписать. Я сгибаю прям по нему. Все. Значит, мы усадили челму. Теперь что мы с ней дальше делаем? Мы возьмем и закрепим вот этот шовчик, чтобы нам уже иголка там не была. Как мы это сделаем? Берем, значит, вытаскиваем. Держим крепенько, вытаскиваем эту иголочку. Вот так немножечко отгибаем и захватывая изнанку, подкладку, мы проходим через второй покров. Не будем на первом оставлять эти следы. То есть вот таким вот образом двумя-тремя стежками мы приметываем и оставляем эту иголку здесь же, но нам скоро понадобится. подтягиваем. Теперь мы отворачиваем лицо, лицевую всю часть. Вот таким вот образом отворачиваем и берем, я, наверное, возьму сейчас другую иголочку. Так, значит, мы все это отвернули и берем только подкладочный материал, вот так примерно. Берем вот здесь вот, заворачиваем, чтобы вот этих махров не было. Вот таким вот образом заворачиваем и складываем с этим. И немножечко прихватываем его где-нибудь несколько разочков. Все, вот мы его прихватили. Не будем высоко подниматься, у меня челма будет низенькая. Я хочу попробовать совсем низенькую. И теперь мы берем, распределяем пополам вот это вот все. И немножечко давайте сходим сначала в одну сторону вот так наметочкой. То есть это то, что у нас внизу, подкладочка. Мы ее вот так проходим в одну сторону, как нам нужно, какой высоты она должна быть, глубины внутри, чтобы голова, кришна там поместилась или гирирадж, чтобы там поместился. И вот так чуть-чуть на сборе мы возвращаемся обратно. возвращаемся обратно. И в другую сторону доходим. И немножечко, знаете, присбариваем, но не так сильно, ну, так вот, средненько. Вот так вот средненько присборили чуть-чуть и нормально. Все, делаем узелочек и все излишки срезаем. Только осторожно проволоку, чтобы не попортить себе ножницы. Вот мы срезали. Теперь мы смотрим вовнутрь. Мне не нужна глубокая, мне там голову не надо помещать. У нас получилось все вот так вот там закрыто. И вот таким вот образом внутри у нас. Теперь мы то же самое, ну, не то же самое, мы берем и начинаем, то есть, если лишний есть, синтепончик, мы его обрезаем. в моем случае нету, я его просто начинаю вот так вот сшивать, но не очень сильно сжимая с боков к центру. Как бы шапочку делаем из нее, формируем, чтобы она сошлась немножечко к центру. Не сильно, то есть, мы должны сами смотреть, как, чтобы какая у нас будет челма. То есть, мы сейчас моделируем ее вид. Синтепон он придает некоторую. Ну, вот примерно так я ее сейчас стянула, больше я, наверное, не буду уже. Вот сейчас вот здесь еще захвачу, вот этот, чтобы не торчал. Так, вот таким вот образом она у меня куполочком вот таким вот взялась. Все, то есть, мы придали ей вид и завязываем узелочек. Не знаю, я разные челма делала, мне эти больше всего нравятся. Наверное, просто дело вкуса. Так, теперь мы разбираемся с проволокой. Мы эту проволоку можем закрутить подальше и загнуть ее туда, назад. Она закручивать надо посильнее. Откусываем лишние концы. либо обкусить ее прямо здесь. Мне почему-то захотелось увезти назад и я немножечко ее загну вот таким образом, чтобы она в этот материал не впилась. И просто прижму ее вот так к верху и все. Теперь мы, значит, соберем верх. Я обычно это делаю вот таким вот образом. то есть давайте начнем с этого края. Он коротенький, потом непонятно будет, как его спрятать. Так, вот плохо, что у меня материал белый на самом деле. Ну, ничего. Мы не ищем легких путей. Сейчас я выгну. Так, мы сейчас ее пришьем просто подальше эту подкладочку. Вот, и займемся уже непосредственно в подкладочку убрать. Что-то не оказалось у меня черной хабышечки. Уже так давно хочу именно черную челмому пошить вот к тем одеждам, которые сегодня одеты. Решила пусть, ладно, будет с беленьким. Сейчас мы ее спрячем. Все, прижали мы эту белую штучку и черную сейчас подошьем, чтобы она спрятала это все. Вот таким вот образом. К черной сейчас подяжму ее в топорщицу. Обычно не вылазить, но что-то сегодня вот у меня день такой. Так, ну вот, все, мы ее зажали, она никуда не зряется. Теперь мы вот так берем, укладываем и просто чуть-чуть пришиваем и пойдем так по кругу. Вот такими вот складочками я укладываю материал и чуть-чуть прихватываю в одну ниточку. И вот так вот все, мы пошли по кругу делать что-то с челмой. Оставляем тот конец, который длиннее, и видно, что он все покроет. вот так вот. И когда уже у нас осталось чуть-чуть, но здесь все должно закрываться, вот, если уже не закрывается, то нам нужно подворачивать материал, не просто ложить, а вот подворачивать мы его сейчас будем, мы будем сейчас все это прятать. Вот, смотрим наперед и вот этим вот концом мы налазим и делаем красиво. Вот, мы делаем красиво, и мы его сейчас пришьем, в нескольких местах прихватим, вот эту штучку, и все, мы уходим назад, ее будем сейчас закрывать. Не знаю, хорошо видно, нет, вот видите, у нее хвостик торчит, а так мы все уже прикрыли, сейчас мы это беленькое все подожмем, нормально будет. Вот, значит, и вот эту штучку мы уже загибаем, будем ее пришивать, чтобы концы все прикрылись. Вот таким вот образом и все. Чума наша готова. Вот так казалось, долго буду делать, а всего пять минуточек. Страх, лень, враг наш. Так, все, мы делаем узелочек, так вот такая вот у нас чума получилась. Смое усадим на господа и мне придется все-таки что-то сделать с этой белой подкладкой. Не господь это опять-таки у меня, как вы понимаете. Копия и вот таким вот образом выглядит чума. Дальше я с ними не делаю ничего. Я каждый раз собираю новые чумы. Сейчас мы с вами сделаем еще парочку украшений, чтобы нам уже за стол не возвращаться. И после этого пойдем в алтарную, я покажу вам, как я собираю чумы. А сейчас я разберусь с подкладочкой, немножечко ее подтяну ниточками, чтобы она не наглела. и мы сделаем с вами несколько украшений и в алтарную сходим, соберем чумы. Вчера я говорила вам не выкидывать вот эти вот штучки вещь чадоров. Из них получаются очень хорошие гребешочки такие. Чумы собирают каждый день, в смысле каждый раз, когда мы одеваем. вот таким вот образом то есть мы сложили пополам и начинаем собирать. Это скорее всего будет для крещины маленького. Можно и для гирраджи вот этих использовать. Таким вот образом мы ее прошиваем и втыкаем в нее иголочку. Сейчас я ее пока заколю, потом я их прошью все сразу. Точно так же мы поступаем и с большим мы его складываем пополам и такими вот движениями то есть мы не в гармошку собираем а как бы сами уже по кругу идем. Вот таким вот образом и заколем его тоже иголочкой. такие фонарики хорошие получаются и беленькие у меня вчера оставались я тоже их так же сделаю для украшения чумы так не хватает сейчас мы побольше сделаем больше надо складочек сделать нормально таким вот образом мы их сейчас наделаем так же я еще сделаю мне не хватает несколько штучек такая тесьма подается в индии из индийской тесьмы еще посмотрим может быть еще из нескольких посмотрим как это будет смотреться вот я сметала немножечко повыше хочу чтобы он был попышнее сейчас покажу способ как сделать так чтобы ровненький кончик оставался то есть мы сметали отставляем в сторону и вот это все лишнее прям рядышком с шовчиком мы берем и просто отрезаем таким вот образом отрезаем и поджигаем птичечку вот таким вот образом потихонечку внизу у нас это все приплавляется после этого мы берем иголочку я беру вот такую вот и втыкаем водич в центр чтобы ее видно не было получаются вот такие вот красивые штучки очень хорошие они джиканадхам мирираджам крешня получается все равно у меня иголочка получается длинная сейчас я их доделаю и покажу как сделать так чтобы иголочка стала коротенькой так сейчас мы попробуем делать с вами вот такие маленькие иголочки чтобы втыкать цветочки ратхи волосы или пчелной маленьким раствором что-нибудь для этого нам понадобится клей момент желательно 3 или 2 дем немного гипса где-то половина от этого раствора составляет гипс а половина составляет клей пва то есть мы это перемешали консистенция вот такая примерно видно да то есть она не вываливается определить это можно опытным путем омакиваете туда вот эту иголочку и смотрите если на ней есть нужный вам объем капельки мочек консистенция хорошая для этого нам понадобятся иголочки иголочки советую выбирать либо вот такие самые обычные либо вот в коробочке мне попалась такая драгоценность в такой коробочке продавались иголочки они маленький гладик имеют на конце вот они вот эти и эти иголочки они не ржавеют что нельзя сказать о вот этих иголочках они ржавеют моментально вот эту иголочку я вчера поместила в воду вместе с этими им ничего она тут же начала ржаветь то есть вы просто зазря потратите на нее свое время вот мы берем такую иголочку вот эти иголочки более тяжело ломаются если вы начнете ломать вот так держа у вас это скучит в одну сторону в другую либо либо вы это будете держать либо вы это будете держать лучше всего делать так мы берем иголочки ставим губку втыкаем один кончик сюда второй держим и откусываем ничего никуда у вас не убегает вода кусается получше мне нужно сделать мелкие очень мелкие самые мелкие которые я делала нужно цветы насадить на них вот мы их откусываем и убираем таким вот образом делаем столько иголочек сколько нам надо по опыту скажу много не бывает мало всегда вот и так же так же мы сделаем с вами вот такие вот закрепочки она у меня здесь не прижата немножечко имеет потому что я буду делать вот к этой а здесь какая-то петелька уже есть и она за ней очень хорошо цепляется таким вот образом мы будем холодной сваркой делать бабочку чтобы она втыкалась в корону в челму вот еще покажу вам вот такой цветочек он был на какой-то детской заколке я его не было тогда ни холодной сварки ничего такого я не знала еще я просто резинкой и на клей присоединила присоединяйте эти все штуки вот лучше всего на эти вот иголки как мы поступаем если нам нужна петля то есть просто иголочку вот такую как мы откусили приделать к чему-то достаточно проблематично она может выскочить просто нам нужно сделать петельку для этого нам понадобится заведите себе очень хорошая вещь если будете делать украшения флористикой займетесь то незаменимая они нужны эти плоскогубцы очень там кружочки крутить всякие вот из этих значит мы берем мне нужны маленькие я буду маленькие делать любой длины вот докуда нам нужна длина мы зажимаем и вторыми плоскогубчиками или просто пальцами начинаем окручивать вокруг вот этой вот вокруг плоскогубцев вот открутили даже вот этого вот этой петли уже будет достаточно чтобы ничего не выскочило теперь ну лучше всего сделать кружочек вот держим дальше и докручиваем вот докрутили и теперь мы это все берем и откусываем тем же самым путем захватили где надо воткнули в коврич в губку и откусываем эти кусаются посложнее они достаточно жесткие лучше их откусывать большими опаньки и все равно она у меня убежала в общем надо втыкать получше ну ладно у меня одна есть принцип понятен держите получше втыкайте получше чтобы не ускорякала она у вас так сейчас мы будем делать уже сами иголочки для этого нам нужны либо плоскогубцы либо еще что-то чем вы будете держать потому что такую маленькую держать в руке обмакивать потом втыкать не получится вот мы ее взяли и вот этим кончиком мы окунаем вот так как бы расчесываем захватываем нужное нам количество петельку захватив ее мы втыкаем в губку и так оставляем сохнуть он совсем маленький делать сложнее потому что их потом воткнуть сложно где-то по середочке берем и набираем гипс я сегодня попробовала развести вместо гипса мраморную крошку так она у меня вся вспенилась поэтому вот как бы из всех которые пробовала гипс лучше всех себя ведет с клеем ПВ также вот эту вот смесь мы можем разводить другие красочки добавлять и когда они у нас высохнут мы также можем их покрыть контурными красками или какими-то акриловыми в любой нужный нам цвет очень удобно маленьким башцам вот чадры зацеплять таким вот образом поступаем со всеми как правило они растекаются становятся круглыми посмотрим что будет с нашими так а для того чтобы сделать нам вот это нам понадобится называется холодная сварка хотел еще найти где-то только что нажила а вот бывает она вот так продается момент то есть вот такой вот кругляш приделанный но чаще всего она продается вот в таких вот названием бывает разное то есть это может быть и момент и все что угодно вот в таких тубусах они бывают чуть длиннее смысл там в том что внутри еще вот здесь у меня в коробочке она есть вот пластичный эко эко псиллин вот их две смысл в том что они всегда в двойном виде либо вот так две их трубочки либо вот в этой сразу два цвета находятся и такой и такой нам нужно взять в равных частях и синюю и белую я как-то вот так залазю бесцеремонно в виде пирога вырезаю слышно получается вот так примерно когда после смешивания вот этот пластилинчик им работать можно будет ну минутки три десять в зависимости от того насколько он свежий мы его сейчас будем смешивать лучше это делать в перчатках ну а такого маленького кусочка оно плохо не станет то есть мы начинаем его вот так вот мять лучше в перчатках это делать но на крайний случай руки можно смачивать водой я сейчас быстро вымою их ну просто перчатки не хочется портить они потом затвердеют вот и быстренько вымоем сейчас руки все нормально будет так значит и берем вот этот маленький кусочек и прям прилепляем как пластилинчик такой немножечко у меня стыки есть разровняем убираем чтоб не было видно с той стороны вминаем туда вот во все эти щелочки мы получше закрепилась вот у нас бабочка сверху все это можно разровнять пальчиками в воде разглаживается делается ровненько и все и в таком виде мы ее оставляем здесь видно немножечко иголочкой подправим потом с ним ничего сделать будет невозможно он схватится им даже трубы чинят которые прорвали немножечко есть наклон но для меня это не принципиально можно наклон иголочки можно выпрямлять добиваться покажу поближе мне кажется там качество было не очень хорошее вот то есть с этой стороны вот так сбоку хорошенечко пластилина все вот этим вот сделано и очень это все твердо такие вот классные вообще штучки по-моему даже наджанмаштами я это сделала так и я сейчас покажу что происходит с этими иголочками вот такие вот я наделала в челме это очень красиво когда их то такую то такую чередуешь да вот эти вот вышивки в челме ну вот безобразие творится в том что она вся ржавая уже они буквально через несколько дней стали все ржавые и втыкать их крайне сложно иногда я их наждачкой прохожу выкинуть еще жалко пока уже скоро видимо не пойдет также эти штуки можно разбирать вот на такие для маленьких или самим такие вышить это не сложно вот то есть сначала одна пайетка пришивается потом бусинка ложится вторая пайетка после второй пайетки бусинка втыкается и то есть таким образом ну достаточно легко и вот тоже в челмы не втыкаются вот это одна из первых моих челмушечек вот тут кое-что выдергивается вот о таком варианте я говорила вот видите это все эти иголки они даже выдергиваться не хотят вот а в таком виде она у меня существовала то есть это уже не разбиралось и что-то можно было доставлять что-то можно было менять вот 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 такая челма и вот их я как раз делала без вот этих вот и мне приходилось вот эта вот челма не держалась мне приходилось за хвостик ее цеплять поднимать ее кверху здесь видите всякие манипуляции производить чтобы она просто не падала наперед не заваливалась назад то есть очень сложно корректировалась вот вот этой штучкой за хвостик зацепляла и делала ну может быть кому-то пригодится такая вот получалась челма ну конечно он еще тогда парик не носил у меня не было париков так же я говорила вот не получается у меня выйти в алтарную я там уже дублей 7 или 8 сделала никак не видно ничего ставлю вроде бы делаю меня видно челмы не видно челмы никогда не видно все время то свет не оттуда то слишком желтый в общем я здесь покажу как примерно выглядит то что я делаю челмы это вот я надела все эти хвостики которые мы начали сам делать такие вот прекрасные птички вот можно тоже они продаются прямо в магазинах ну как в сувенирчике очень красиво на шапочках у венгерских так часто делают вот это вот подкладочное ну это вот материал который у нас в автобусах стоит ну такие круглые намотанные он очень упругий я его обожаю просто вот на такие штучки делать вот такие вот у нас получились беленькие которые я вам показывала то есть мы тоже их сметали потом обрезали и вставили иголочку вот это я иголочки делала то есть это те которые мы сейчас с вами делаем так они выглядят это длинненькие достаточно сейчас я покажу как еще можно очень быстро сделать челму если вот нету допустим это наш чадр для крешны разбегайка я его подсобрала и вот так вот сделала и заколола точно таким же образом сделаны ну конечно не из таких чадров а из обычных разных просто ну как сказать чадров таких тряпочек можно даже сказать сделаны челмы вот у германская да вот на днях выкладывали германские божества там радыш ям кришна баларам и гопал такой красивый вот она выкладывала мастер-класс как она делает челмы она их крутит ежедневно вот это примерно такой же способ то есть мы скручиваем челму из чего-нибудь или она у нас уже сделанная вот каркас и начинаем с ней отдыхать для меня это отдых вот мы делаем так допустим сюда вот вставляем да что-то такой у нас вид ну конечно это большое но все равно можно себе представить как он изменится этот же самый вид если мы поставим сюда какой-нибудь вот такой закрепим можем вставить золотой валанчик тоже по-другому птичку посадить то есть это просто бесчисленное количество вариаций разных даже с одним чадером вот и поэтому у нее такие живые мужества что она обматывает голову на самом деле да вот еще хотела рассказать как делать такие украшения это пайетки мы их сминаем и одну вот так одеваем а другую вот так и они начинают вот так вот ну играть то есть мы сминаем пайетку вот пополам видите она вот здесь видно их вот очень такие красивые получаются ну прикольненькие можно чередовать тоже чем-то на гирлянды похоже еще в челме я использую на новый год снежинки вот такие и можно для маленьких я обрезаю вот такие кончики тоже вставляем очень живописненько получается так и раз меня не получится туда сходить я хотела поближе вам еще некоторые украшения показать которые можно самим делать вот шарфики которые показывала зеленые скручивала из таких же сделаны вот эти вот зонтички и вот так они примерно начинают в челме выглядеть ну как вот такие вот штучки так потом вот я говорила про маленькие гребешочки вот такие Субтитры создавал DimaTorzok